Приветствую всех на своем канале! Сегодня будем готовить бешбармак. Но это будет не классическое блюдо, а так скажем, вариации на тему. В основе блюда мясо, бешбармачные листы и моя фантазия. Получилось, хочу вам сказать, очень вкусно. Блюдо прочно поселилось в моей кулинарной копилке. Надеюсь, что вам тоже оно понравится. Что нам потребуется для его приготовления, вы как всегда видите на экране. Специи можно использовать свои, какие вам больше нравятся. Я не решила использовать готовый набор специй, которые, как мне кажется, легко приобрести в любом супермаркете. Я такие купила в магните. Итак, готово. Мясо я порезала на брусочки около 3,5-4 см длиной и 1,5-2 см толщиной. Лук мелко порезала. Берем сковороду, наливаем в нее растительное масло и начинаем обжаривать лук. Как лук станет прозрачным, посыпаем его чуть-чуть содой. Содой мы посыпаем лук для того, чтобы он быстрее превратился в луковое пиро, в котором мы и будем готовить мясо. Когда лук у вас на глазах увеличится в размере и пожелтеет, выкладываем мясо. Мясо можно брать любое. И свинину, и говядину, и курицу, баранину, да хоть внутрь. И начинаем тушить мясо почти до готовности. Время тушения зависит от того, какое мясо вы готовите. Что хочу здесь сказать. Это то, что не нужно накрывать сковороду крышкой сразу. Подождите, пока мясо полностью не побелеет и не выпустит сок. Лучше подливайте поднимногу воду при тушении. От пара при закрытой крышке мясо сразу, а не постепенно сожмется и будет более жестким. Тушим мясо почти до готовности. Теперь выкладываем томатную пасту и обжариваем пару минут с ней. Наливаем горячую воду. Это важно. Заливаем мясо горячей водой. Теперь добавляем все специи. Затем солим и перчим по вкусу. И вот после этого выкладываем бешбармачные листы, прям в подливу. Следите за тем, чтобы они не слиплись. Вместо бешбармачных листов можно взять и другие макаронные изделия. Я делала и с перьями, но с листьями, мне показалось, получилось вкуснее и нежнее. В самом конце добавляем резаную зелень. Если вы хотите побольше юшки в блюде, подливки, добавьте больше воды. Но я сделала так, чтобы было почти без подливки, с насыщенным вкусом. И вот такая вкуснятина у нас получилась. И просто, и вкусно. Мне это блюдо пришлось готовить раза три подряд, пока моим добочатцам не надоело. Если вам понравился мой рецепт, как всегда, жмите пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии под видео. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!